В самой великой и значимой книге, повлиявшей сильнее прочих на развитие современной цивилизации, Библии, слово и персонаж Люцифер упоминается всего лишь один раз. И звучит оно не как Люцифер, а совершенно иначе. В оригинале, будь то на древнееврейском или арамейском, слово Люцифер появляется лишь благодаря переводу на латынь всего одной строчки. Представьте себе, всего одной. В Библии, в тексте, пророк Исаия говорит, восклицает, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился об землю поправшей народы». То есть фантазеры, переводившие текст на латынь, Деницу и сына Зари перевели как Люцифер. Переводится с латыни как «несущий свет». Слова, сказанные Исаией за 700 лет на секундочку до рождения Христа, относились к царю Вавилонскому, лишь его и больше никого. Они никогда не касались никакого метафизического существа, ни дьявола, ни сатаны, ни бесов. Но вот как-то так все. Больше слова Люцифер, как и персонажа, который был обозначен этим местоимением в Библии, нет. Внимание! Имя Люцифер встречается в Библии версии короля Иакова один раз, а в русской канонической Библии оно не упоминается ни разу. Ключевое слово – ни разу. Так объясните мне, господа и дамы верующие, как еще раз спрашиваю, как Люцифер или «несущий свет» а вдруг стал персонажем, который отождествляется спадшим ангелом или сатаной или дьяволом и прочими силами тьмы, которых в различных библейских текстах очень много. Наверное, потому что Тертулиан, раннехристианский теолог, спустя тысячу лет, вдумайтесь в эту цифру, после написания этих строк, решил, что это было связано с сатаной в тот момент, когда Исаия и Библия очень четко дают понять – нет, это сказано о Вавилонском царе. И это лишь мнение одного пророка об одном из царей. Уверяю вас, сам Вавилонский царь мог бы тоже сказать массу негативного о библейском пророке, причем не одном. То есть, сам персонаж Люцифер, как и его суть и понимание, что это или дьявол, или падший ангел – выдумка. Чистой воды – выдумка, заблуждение и обман, субъективная точка зрения, не имеющего отношения к правде, которую не способные думать и размышлять, не желающие изучать собственный предмет верующие, продолжают распространять и культивировать. Дегенераты-сатанисты тоже играют в эту игру для безграмотных, усиливая заблуждение, создавая образ кого-то независимого и гордого, несущего знания, прогресс, ведь Люцифер – это означает несущий свет. А тем временем ваша шавка не имеет и никогда не имела никакого отношения к формулировке «Люцифер», как, впрочем, и к какой-то независимости и знанию. Он всего лишь раболепный слуга истинного хозяина нашей фермы, которому не может сопротивляться никто. Можно очень подробно убедиться в ничтожности сатаны, посмотрев вот это видео. Конечно же, удивительнее всего формулировка и понимание словосочетания «несущий свет» – как это нечто, что несет свет, может быть плохим. Если это плохое, величественное и метафизическое, то это должно быть несущий тьму, не так ли? Ведь свет – это всегда победа над тьмой, злом, болью, невежеством, всем плохим. Свет – синоним жизни, тьма – синоним ее погибели. Так с чего «несущий свет», как и словосочетание «Люцифер», то есть перевод на латынь, который был сделан для удобства понимания сказанного Исаией на другом языке много веков назад, должно быть и пониматься как что-то плохое? Что бы помогло нам понять правду? Что могло бы позволить нам узнать истину? Наверное, другие упоминания о свете и персонажах, отождествляющих себя с ним из Библии. А такие есть? О да, такие есть. И здесь, друзья мои, все становится очень интересным, потому что «Люцифер» не тот, кто вы думаете. Вы на канале «Нулевой пациент». Сегодня мы узнаем правду. Подписывайтесь, сейчас будет очень интересно. «Я свет мира, кто следует за мной, никогда не будет ходить во тьме, потому что свет, несущий жизнь, всегда будет с ним». Как вы думаете, кто произнес эти слова? Эти слова были произнесены сыном Иосифа Плотника, или как многие верующие считают сыном Бога, Христом. Но, конечно же, верующие не правы, потому как такой Бог не мог создать такого сына, человека хорошего и доброго, жертвенного. Сыновья вырастают, видя конкретный пример и архетип перед собой, а библейский Бог, да наплевать, какой религии, все боги не такие, никто не создавал человека, чтобы служить человеку, лишь создавали людей, чтобы те служили богам. Бог такой, я че, дурачок, создавать себе проблемы, чтобы кому-то или чему-то служить? Нет, я умный, и создам человека, чтобы тот поклонялся мне. Очень примитивно и очень ожидаемо. В общем, Бог не альтруист, и на поступки Христа не способен. Христос в этом плане скорее враг Бога, а с врагами надо разбираться и избавляться от них, убивать, распинать, вешать. Ну, как это делалось на протяжении всей истории Библии с теми, кто шел против хозяина фермы, хозяина стада, то есть Бога. Выходит так, что Христос сам называет себя светом и светом, несущим жизнь, то есть фактически Люцифером. И это было сказано, извините, не за семь веков до его рождения, а в первом веке нашей эры. И здесь отождествление Христа с Люцифером будет куда более корректным и правильным с точки зрения смысла. Ну, конечно же, ведь нечто, несущее свет, не может быть плохим, но только не в том случае, если нужно, чтобы рабы и скот оставались в невидении, что их реальность – это рабство, а не загон, а конец их жизни – это неестественная смерть, а скотобойня. Коробам все происходящее с ними кажется таким естественным. Как только происходит нечто, выходящее за рамки их ежедневного рабского существования, они очень сильно удивляются и пугаются, считают это нечто необыкновенным, божественным, святым и мистическим. Походил по воде, исцелил пару человек, и все, ты уже Бог. Неужели Христос и есть Люцифер? Тот, кто несет свет, а также знания и прогресс, скидывание с себя, кофр рабства. С учетом того, как он называл сам себя и что он делал, это именно так и получается. Но Люцифер, как утверждает церковь, враг Бога. Он противостоит ему. Он упал с небес, будучи несогласным с Богом. Так говорит церковь. Или церковь сама безграмотная, или она знает что-то, чего другие не знают, и не хочет, чтобы люди узнали правду. Какую-то очень особенную, ту, что может им навредить. Интересно, есть ли еще информация об этой некой правде, или хотя бы намеки на нее, благодаря чему мы сможем ее понять, раскрыть? Да, они есть. У Христа, самого загадочного и великого землянина, очень много тайн, и их еще долго можно раскрывать. Сегодня мы узнаем одну из них. Является ли Христос Люцифером, несущим свет и знания падшим ангелам, сошедшим с небес? Он добро, или он все-таки зло, истинное противостоящее Богу? В христианстве много конфессий есть даже такие, в которые тяжело поверить. Например, иудейские рэбэ – целые секты, которые признают и верят в Христа, или считающие, что это и был тот самый Машаах, которого они ждали. Есть и совершенно отмороженные, безграмотные люди, пишущие в комментариях «Мы не христиане, мы православные». Судя по всему, не понимая, что такое православие и как оно возникло после раскола около тысячи лет назад на христиан восточного обряда и западного. Кому-то из альтернативно одаренных кажутся похожими слова «славяне» и «православие», и им, видимо, кажется, что славянское язычество и родноверие, а также православие связаны. А это не так. Вот совсем не так. И православие – это, конечно же, христианство, как и католицизм, и протестантство, и так далее. Христианство началось с неразберихи. Тут тебе и орианцы, и катары, и те, кто поддерживает императора Константина в его взгляде на христианство. Они в итоге и победили, и современные католики, и православные – прямые их наследники. Может быть, был кто-то еще, о ком мы забыли сказать, друзья мои? Да, это гностики. С гностиками вообще большая проблема, так как это как бы не христиане с одной стороны, а с другой стороны гностицизм порой называют истинным христианством или еще мистическим христианством. Для мейнстримового христианства гностики – лишь секта еретиков. Но здесь нет ничего страшного. Ведь, например, для иудаизма христианство и ислам – лишь секты еретиков, возникшие из иудаизма. А тем временем гностики на три с половиной века древнее современного константиновского христианства. И к первоисточникам они ближе многих других. Гностики не считают себя верующими, не считают то, во что они верят религии, так они утверждают сами. Гнозис – это знание, которое ты постигаешь на протяжении жизни через мистический и не только опыт. То есть гнозис – это знание о том, как все существует на самом деле, а знание не может быть религией. Но суть не в этом. О гностиках и гностицизме, что это, с чем это нужно есть, мы можем поговорить отдельно. Если вы хотите видео об этом, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Суть заключается в том, что как раз гностики, а повторяюсь, порой, скорее всего, ими самими гностицизм, называется истинным христианством, считают и называют Христа Люцифером. Тем, кто несет свет, с целью побега из матрицы, или, иными словами, сфер. Кстати, если верить тому, что написано в Новом Завете, ему это удалось единственному на его условиях. Напоминаю, гностицизм возникает как раз на рубеже нашей эры, и предыдущий он возникает как раз вместе с появлением Христа. При этом Христос не бог гностицизма, он лишь часть некого общего абсолютного знания, большая, но не центральная. Гнозис сам по себе центральная часть гностицизма, само знание. Впоследствии, с учетом того, что все, что говорили и говорят немногочисленные гностики, было очень странным и противоречило Константиновскому, нашему с вами современному христианству. Оно исчезло, его уничтожили жесткими методами, и не очень. Сказали, секта, еретики, все неправда. Ну, как сейчас говорят христиане о остальных религиях, остальные религии о христианстве и друг друге. Просто тогда невозможно было перечить и выяснить истину, так как у кого меч, тот и сильнее, а он был у императора Константина, поэтому мы имеем сейчас то христианство, которое имеем. А сейчас спорить можно и выяснить истину, но это почти бесполезно, так как мозги промывались на протяжении 1700 лет. И в ответ мы услышим, ты ничего не понимаешь в этой теме, ты пожалеешь после смерти о сказанном. Одна вода, ведущий высокомерный, нахватался по верхам. Эй, мальчишки, девчонки, хейтеры, недовольные, не злитесь. Несмотря на всю вашу убогость и ничтожность, я искренне от всего сердца вас люблю и желаю вам только хорошего. Для гностиков Христос был не единственным Люцифером. О нет, Люцифером для них является каждый, кто, например, приходит извне, из-за некой тьмы, чтобы рассказать людям об истине, сказать людям, в чем они ошибаются, и любя их по-настоящему, желают им помочь. Например, змей в Эдемском саду тоже был Люцифером. Тут мнение гностиков и канонического христианства совпадает. Но по гнозису этот змей Люцифер не был злом. Наоборот, данный Люцифер был посланником истинного, незримого и непостижимого Бога. Его целью было рассказать людям правду о лже-боге, библейском Боге, который обманывает их, называя себя Богом, заточив вселенную, которую он создал сам, дабы доказать истинному, непостижимому Богу, что способен создавать реальность не хуже того. Именно поэтому змей искушает, уговаривает вкусить Еву не яблоко. Этого никогда не было, не было никакого яблока. Это был плод с древа познания добра и зла. Вкусив этот плод, Адам и Ева первые, но наверняка не единственные тогда созданные люди, иначе бы в процессе постоянного инцеста люди бы просто не выжили бы. Узнали, что тот, кто их создал, не Бог. Такой наглости библейский самозванец не мог вынести. И вместо того, чтобы словно любящий отец объясниться, он изгнал людей из места, зовущегося раем, превратив жизнь человека в ад. В общем, змей или некий первый Люцифер, посланник истинного непостижимого Бога, не был плохим парнем. Он был лишь посланником, несущим свет, как и следует Люциферу, дабы помочь освободиться человеку с фермы, из матрицы, если хотите. Именно таким же Люцифером, по мнению гностиков, был и Христос. Более того, многие гностики утверждали, что этот змей, тот самый в раю, и сын Иосифа плотника, или же сын Бога, были одной и той же духовной сущностью, желающей помочь обманутому человечеству. Люциферы или Люциферы присылаются сюда на землю истинным любящим Богом, для того, чтобы помочь человечеству, находящемуся в тюрьме неведенье, созданной могущественным существом, провозгласившим себя Богом. Сам этот Бог не способен любить, так как создан без Божьей искры, но Он способен создавать жизнь, заключая внутри нее ту самую божественную искру, которой нет у Него самого. Такое создание и есть человек. Христос очень сильно отличался от Своих предшественников. Те постоянно унижали и пугали людей, суля им за непослушание страдания при жизни и после смерти. Самое страшное – это неблагосклонность Бога оказаться в Его немилости. Самое прекрасное – послушание Ему, даже если Он просит убить или погибнуть за Него. Бог Христа – это прощение и надежда на то, что даже если ты не самый лучший, у тебя есть шанс на прощение и возможность все изменить в своей жизни. Согласитесь, это очень-очень интересный момент. Два библейских Бога настолько разные в Новом и Ветхом Заветах, что эти две книги так и не смогли стать единой. Это единение, кстати, больше происходит у православных, в меньшей степени у католиков и не происходит совсем у иудеев, именно потому что это два разных Бога. Ветхозаветный Бог убил большое количество евреев, вышедших из Египта, которые время от времени теряли веру в Него, и не только Он – настоящий психопат и убийца, ненавидящий любого, кто Ему перечит. Каждый, кто с Ним не согласится, попадает в ад. У Христа Бог что ли помягче? При этом Он все равно сквозь пальцы смотрит на избиение младенцев и просит якобы собственного сына пойти на смерть жестокую и очень долгую. А тем временем сын не собирался умирать и не хотел этого. Его мольбы в Гефсиманском саду «Пусть минет меня чаша сия» тому доказательства. Но Бог был непреклонен. Сдохни, сынок. Почему? Потому что во всех религиях, мифах, для всех богов человеческая жизнь ничего не стоит. Люди сражаются, спорят, воюют, умирают, но не боги. Люциферу, будь то из райского сада или будь то Христу, по мнению гностиков, это не нравилось, поэтому они решились на то, чтобы покинуть мир истинного непостижимого Бога, чтобы сказать людям правду. Иисус первосвященникам говорил «Ваш Бог Сатана» прямым текстом. Быть может, Он говорил именно об этом, о том, что иудейский, библейский Бог совсем не Бог, а какой-то очень плохой самозванец. Конечно же, такой Люцифер, такой несущий свет будет врагом Богу-самозванцу, Богу авраамических религий. Но все же это несущий свет. Христос назвал Себя Светом. Свет не может быть злом, как и тот, кто его несет или создает. Злом может быть лишь тот, кто несет тьму. Эта разница в сути, эта разница в мышлении и мировоззрении создала Ветхий Завет и Новый, два мира не очень похожих друг на друга. Достаточно Христу было принять позицию иудеев, о Боге говорить то, что говорится в Библии, о послушании и все. Для него было бы все спокойно и хорошо. Он наверняка бы стал великим иудейским пророком или учителем. Но все сложилось иначе. В Библии нет зла персонализированного. В Ветхом Завете Сатана или на греческом Диаболос, слуга Бога, шавка, работающая на него, прокурор. Он не может быть Люцифером. Он должен исполнять приказы и делать то, что велено. Люцифер – это настоящий противник, ставящий палки в колеса Бога. Такими врагами Бога, конечно же, были змей, из райского сада и Христос. Так уж вышло, что Библии и различные апокрифы, новозаветные, ветхозаветные – это все, что мы знаем о Христе, о Боге авраамических религий и о мистической космологии, причины, следствий. Самым свежим текстом, который заслуживает нашего внимания, это примерно сотый век нашей эры. Все после этого – пересказы, выдумки, пересказы, пересказов и откровенный обман. 1900 лет мы не имеем новых данных, документов, пояснений, ничего свежего, что способно было бы прояснить ситуацию и помогло бы ответить на наши вопросы. Вы можете сказать, что гностицизм – ересь и глупость, однако ссылаться на библиотеку на Кхамаде или, по-другому, кумранские свитки любят все исследователи, когда им удобно. А тем временем кумранские свитки – это все гностические евангелия и гностические книги. Так сильно распиаренная книга «Эноха» – это гностическая книга. И если вы верите тому, что там написано, что там говорится о гостях со звезд и путешествии «Эноха» в мир ангелов, на звезды, что нефилимы – это правда, ссылаясь на книгу «Эноха», значит, вы гностики или придерживаетесь некоторых их взглядов. Самое интересное о свете, о несущем свете, о Люцифере – это то, что гностики утверждают, что даже в этой злой вселенной, созданной лживым богом, есть некие частицы рассеянного божественного света. Его нужно собрать и вернуть истинному богу. Интересно, что за частицы божественного света такие? Зачем их возвращать богу и какие у них свойства? И почему библейский бог, создавший человека и эту вселенную, не может его сам собрать? Быть может, им заключена божественная искра, то есть душа в человеческое тело и во все живое именно для того, чтобы собирать эти частицы божественного света. Но зачем? Что они могут делать? Зачем они ему? Он, как известно, может создать вселенную, как и непостижимый бог, чтобы доказать тому, что у того получится лучше. Гностики называют злого бога нашей реальности Демиург. Красивое слово. Демиург с древнегреческого переводится как мастер, знаток, ремесленник, создатель. Одним словом, тот, кто что-то создает. Сейчас я скажу вам то, чего вы не услышите ни от кого. Я до этого рвал и уничтожал скептиков знаниями, но сейчас я просто сожгу их. Я нашел эти частицы божественного света. Я знаю, что они делают и зачем их собирать. Мои подписчики и зрители знают, что я часто и много говорю о нечто, что называю элемент. Якобы это то, из-за чего мы были созданы. И что это можно копить, оставить себе и изменить свою реальность к лучшему, так как вы этого захотите. То, что я сейчас вам зачитаю, окончательно убедило меня в правильности того, что я несу людям. Это должно убедить и вас, так как не существует более великого и авторитетного источника, разве что сам Бог явится и скажет, да, это правда. Итак, Элис Стокхем, родившаяся в 1833 году, пятая по счету женщина, которая стала в США доктором в своей книге, написанной в 1896 году, Этика брака привела такие слова. Внимание! Важно знать, что у элементов воссоздания есть другие применения, помимо создания физического потомства, и гораздо лучшее применение, чем его трата на сиюминутные удовольствия. Действительно, возможно, лучше потратить его впустую, чем использовать, возлагая, нежелательное бремя на измученных тяжелых трудом и оскорбленных женщин. Но отходов быть не должно. Этот элемент, если он сохраняется в системе, может быть использован в новых мыслях, возможностях, в новых изобретениях, в великих концепциях истинного, прекрасного и полезного, или в свежие эмоции радости и порывы доброты и добра всем вокруг, ну, то есть счастья. На самом деле, это всего лишь еще один отдел или способ воссоздания. Это порождение мыслей, идей, чувств, доброй воли, истинной интуиции, то есть порождение умственных и духовных плоскостей, а не физической, то есть мистики. Это подобно продолжению рода на ментальном и духовных планах, а не на физическом. В действительности, это также часть воссоздающей функции, как и рождение физического потомства. Это, безусловно, большая часть, ведь в физическом деторождении обычно можно участвовать, но редко. Тогда как умственное и духовное воссоздание может и должно продолжаться на протяжении всей нашей земной жизни, да, и на протяжении всей нашей жизни бессмертного существования. Как вы думаете, кто это сказал? Как вы думаете, кто это сказал? Величайший ученый в истории человечества, сэр Исаак Ньютон, и он почему-то использовал тот же термин, который использую я. Элементы. Эти строки с указанием пруфа погибель, скептицизма и сомнений, как убийство хейта. Я понимаю, что это его не остановит, и люди будут раздражены и злы, ведь они несчастны. Но теперь после этих строк это все будет еще более жалким, чем было. Я говорил вам и уже не раз, что корова на ферме под названием Планета Земля была создана лишь для того, чтобы собирать и копить элементы, отдавать хозяину фермы. Тот, кто создал приборы для сбора рассеянного частиц божественного света, с помощью него он может создавать Вселенную по образу и подобию своему элемент воссоздания, как его назвал Исаак Ньютон. Оставив его себе, можно стать кем угодно, например, величайшим ученым в истории. И вы благодаря ему можете стать кем хотите, создать для себя свой мир, таким, как хотите, потому что это элемент воссоздания. Я решил проверить это утверждение, решил проэкспериментировать, и вот что из этого вышло. Всем привет! Хотел оставить отзывы о курсе Петра. Что бы сказать? Это без преувеличения может быть самым крутым трансформационным опытом для вас. Абсолютно уникальные знания, абсолютно уникальная система, которая позволяет влиять на свою жизнь, избавиться от вредных привычек, и получить желаемое в этом материальном мире. Что в моей жизни за эти 49 дней прошло на грани чуда, это по работе были клиенты с огромными долгами, шестизначными цифрами в долларах. Буквально уже в течение двух недель клиенты вернули деньги, при том, что надежды практически не было. Но вот сила концентрации инструментов, которые Петр дал, они позволили вот открыть, открыть какую-то изобретательность, что ли. Вот это вроде как на грани чуда. Поэтому, если сомневаетесь, идите, это лучшая инвестиция. Разве имеет значение, что говорю я? Разве имеет значение хейт? Имеет значение лишь результаты. Посмотрите, что говорит сам Ньютон, называя это тоже элементом. Что говорит мессмер, что говорит гностицизм и факт того, что все религии делают одно и то же, собирают элемент, а потом отдают его богам. Я говорю вам, оставьте его себе и получите, что хотите. Ведь элемент это элемент воссоздания того, что вы хотите вашего мира, вашей вселенной, по вашим правилам. 2025 года, в понедельник, начнется по счету шестой курс по накоплению элемента. Единственного нечто, что способно изменить вашу жизнь и дать вам то, что вы хотите. Условия участия в курсе на данный момент очень хорошие. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в телеграм, где вы сможете посмотреть огромное количество новых отзывов от десятков и десятков людей, которые поначалу не верили, были скептиками, рискнули и у них получилось. Вам нужно пройти курс по накоплению элементов, потому как это единственная возможность преодолеть непреодолимое и получить то, что вы хотите. Тот, кто по тем или иным причинам не может пройти курс, тот может прочитать книгу «Восхождение», написанную мной, где раскрывается суть понятия, элемент, его тайна и как вы можете и должны его использовать. Чтобы заказать книгу, переходите по ссылку в описании под этим видео в группу телеграм, пишите книга и с вами сразу свяжутся. Те, кто хочет пойти на курсы, а на курсы идти желательно, пишите курсы с вами тоже сразу свяжутся. Ну или курс плюс книга. У всего есть смысл человеку, у твоего создания тоже злым и жестоким богом этой реальности. Ты корова, которая должна собрать частицу, элемент, который способен создавать то, что вы хотите создавать, чудеса, создавать миры. У тебя забирают элемент против твоей воли, ты его не купишь, оттуда и отсутствие удачи и жизнь словно черно-серая. Просто рискни и оставь элемент себе впервые в жизни и удивись результатом. До встречи в группе в телеграме. Ссылка в описании под этим видео или на страницах книги или на курсы. Со мной или без меня вы должны оставить элемент себе? Ой, а кто это сказал? Я? Нет. Это сказал сэр Исаак Ньютон. Ничего себе пруф. В заключение я хочу обратиться к тем, кто позиционирует себя верующим христианином, буддистом, иудеем, мусульманином, неважно. Любым верующим, чья вера и мировоззрение опирается на старые древние книги и тексты, которым много сотен, а порой и тысяч лет. Вот верующий, например, христианин возвращается во времени ко Христу. Он видит его, подходит и падает перед ним на колени со слезами обнимает и что-то говорит. Но тот не понимает его совсем, даже несмотря на то, что он якобы Бог. Он не понимает, что и на каком языке вы ему говорите. Он не разделяет ваши эмоции с удивлением и непониманием. Смотрит. Он начинает говорить с вами на арамейском. Его слова не проникают в ваше сердце, так как вы не понимаете, что он говорит. Да, он якобы Бог, но английского тогда, как и русского и украинского нет. Их не существует. Вы одеты как-то странно, болтаете тарабарщину в глазах Христа, вы будете безумцем, как и в глазах всех окружающих. Ну, ок, вы преодолели языковые барьеры и выучили арамейский. И вот вы начинаете рассказывать о Люцифере или библиотеке на Камаде, о книге Иноха, о которых он не знает ничего. Вы рассказываете о чипировании, о космосе, вселенной, о приходе Антихриста и о кретине, вещающем на канале Нулевой Пациент, который рассказывает непонятно что про какой-то элемент. И вот перед вами мужчина 30-33 лет, у которого есть своя жизнь и свой путь, у которого есть свои цели, которые он пытается реализовать, говоря с людьми. Он сидит, слушает и совершенно вас не понимает. Он не понимает о чем вы говорите, хотя казалось бы Бог должен знать все, но он не знает, не знает даже имен людей, которые станут его апостолами. Он по Библии слышит их впервые, но вы ждете не этой реакции. Вы ждали реакции мудрого, всезнающего, милосердного Бога, но перед вами очень хороший, талантливый и очень особенный человек, который соответствует своими высказываниями и действиями своему времени. Вот и все. В конце вашей беседы он пожмет плечами, так и не поняв, что это было, а вы расстроены и вернетесь в свое время. И так будет не только в христианстве, так будет с каждым пророком и в каждой религии. Объясните мне, верующие, умные, думающие или же совершенно наглухо отбитые дегенераты. Как? Как можно современному человеку, который так много знает о физических особенностях окружающего пространства, фигурально выражаясь, использовать для лечения болезней записи лекарей двухтысячелетней давности а не современные справочники и протоколы? Как? Я понимаю, что мерзавцы и аферисты говорят, что рак лечится содой, но эти высказывания заканчиваются тем, что человек, который это говорил, ложится под капельницу с химиотерапией. А что такое? Сода не помогла? Как прошлое с огромным количеством проблем, невежества, ошибок можно использовать для современности, в которой все это хочется избежать? Это позорно и стыдно. Люди боятся нового мирового порядка. Так вот, Бог, убивающий младенцев или пророк, у которого жене нет еще десяти лет, который создал религию на крови. Первая, вторая мировые войны, неравенство в доходах, богатеющие банкиры, элиты, аристократы, политики и чиновники, которых нельзя, нельзя что наказать, коррупция, убийство, воровство, пороки, которые человечество волочит за собой тысячи и тысячи лет. Все это, друзья мои, старый мировой порядок, за который вы держитесь словно рабы, за свои цепи, как и за свои религии. Очень хочется сказать, что мы построим новый мир на руинах старого, но я этого делать не буду, потому как руины это о ваших богах и о вашем мировом порядке. Вы их создаете лучше всего. Все изменится, когда вид один очень четко поймет и отделит себя от вида другого. И вот тогда один вид конечно же захочет сожрать другой. Звери всегда так делают, но у них это не получится. Так начнется новый мир. Если вы хотите, чтобы я сделал об этом видео, напишите в комментариях. Для самых верных и преданных, кто досмотрел до конца, я напустил новую книгу заговор хоррор триллер, в нем есть немного про элемент, но кто знаком с моим творчеством знает, это прежде всего захватывающая сюжетная история, долгожданная новая книга. Тираж очень ограниченный, кто хочет заполучить, пишите в телеграм, ссылка на группу под этим видео. Я желаю каждому зрителю этого видео, не в зависимости от того, как он меня принимает, добра, любви, процветания и долгой жизни. Если вы посмотрели это видео, вы, конечно же, есть настоящее сопротивление. До новой встречи скоро в новом видео. Пока.